Ждут в очереди по 2-3 часа. В крайних случаях бывает и такое. Эпидемия продолжается и пока что больных становится только больше. Ежедневно по назначению врача КТ грудной клетки делают 100 пациентам. Здесь и те, кто наблюдается в поликлинике, и те, что лежат в больнице. У нас существует определенный график работы нашего компьютерного томографа. Из двух томографов, которые работают в стационаре, один томограф работает полностью на коронавирусную инфекцию. Естественно, в первую очередь мы компьютерную томографию проводим тем пациентам, которые нуждаются более всего в этом исследовании по медицинским показаниям. Это пациенты стационара, это пациенты отделения реанимации в ковидном госпитале. Поэтому в первую очередь и в первой половине дня компьютерные томографические исследования проводятся им. Поступающих из приемного отделения и, конечно, пациентов реанимации отправляют на исследование вне очереди. Даже если у кого-то из поликлиники талончик именно на это время. Пациенты получают определенное направление на определенное время. Но вот в это время возможен прием пациента и проведение компьютерного исследования из приемного отделения стационара, либо из стационара. Бывают ситуации, когда у пациента ухудшилось состояние. Это реанимационные пациенты для того, чтобы определить динамику. И поэтому иногда бывают наслоения. И, соответственно, в этот период, конечно, пациенты ожидают, и они возмущаются, и негодуют. И мы их тоже понимаем. Но тут надо понимать, что все-таки прерогатива отдается более тяжелым пациентам. Само исследование проходит быстро, в течение 10 минут. Однако после каждого пациента проводится полная обработка. Ведь речь идет об опасной инфекции. Плюс несколько раз в день томограф нуждается в калибровке, то есть настройке. Что тоже влияет на время ожидания. Сейчас не только стационарных, но и амбулаторных больных стали принимать в выходные. Это отчасти разгрузило самые сложные дни – понедельник и вторник. Мы даже приняли решение, что в субботу и воскресенье тоже по направлению с амбулаторного звена проводить эти КТ. Если раньше по субботам, по воскресеньям пациентам по направлению из амбулаторного звена мы эти КТ не делали, то буквально в течение двух недель мы эти исследования делаем и по субботам, и по воскресеньям. При этом сам аппарат с начала пандемии работает круглосуточно – семь дней в неделю. Что касается врачей, то они практически не покидают стен больницы. Администрация УКБ убедительно просит жителей проявить понимание и терпимость в этот непростой для всех момент. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова